Подрядчик реставрационных работ в Инисейске объяснил, почему не смог уложиться в сроки контракта. Ранее мы уже рассказывали о сложной ситуации, сложившейся вокруг Иверской церкви и Богоявленского собора. На обоих объектах нет рабочих. Подвижки были только во время приезда временно исполняющего обязанности губернатора края Александра Уса. Подрядчик обещал нагнать упущенное время, а после работы вновь замирали. Так Богоявленский собор должен был быть сдан 31 января, но до сих пор реставрация даже не близится к завершению, говорят в администрации Инисейска. Представитель подрядчика говорит, что есть сразу несколько причин, по которым им не удалось уложиться в сроки контракта. Во-первых, вместе с рабочими на объект зашли археологи и многое сделать не удалось. Во-вторых, на территории храма прокладывали теплотрассу, что тоже сильно тормозило работы. И, наконец, было изменено предназначение здания с музея на кафедральный собор. К нему, собственно, и требования совершенно иные. Что необходимо было изменить? Это систему вентиляции. Под музей одно количество людей, под храм совершенно другое. На сегодняшний день дорабатывается проект по вентиляции, который будет завершен буквально в ближайшие месяцы. Также был изменен проект по отоплению и канализации. В связи с необходимостью сделать купели под крестильню, тоже нужно было доработать систему водопровода и канализации. Далее, под музей предусматривалась отделка обычная, известковым раствором. Под храм предусматривается отдел костен и потолков под дальнейшую роспись. Однако в администрации Енисейска все эти объяснения считают несостоятельными. Как говорят заместитель главы города по строительству и архитектуре Валерий Никольский, этот подрядчик неоднократно срывал сроки. А кроме того, по данным чиновников, у компании нет лицензии на производство реставрационных работ. Поэтому сейчас идет процесс разрыва контракта. Но ничего не делается. Вот сегодня на улице 10-12 градусов, людей никого нет. Ну, может, там тот и работает, ну, 3-2-3 человека, ну, это несерьезно. Объект должен был сдаваться в 2016 году. Хорошо поменяли функциональное назначение, поменялась документация в каком-то виде. Ну, внесли изменения, да, время, сроки. Передвижка была на 2017 год. 2017 год закончился. В 2017 году даже, извините за уважение, и не пахло тем, что объект этот будет сдаваться в 2017 году. То же самое повторяется в 2018 году. Продолжение следует...